Мама ронарь, ровни, плывёт и море селевое, И из голубин веков поныне, все сны земные, земные хороши. Она нам смотрит, колыбель, нам красит первую любовь, И чтоб в боях не ослабели, холодным светом, светом греет кровь. Она пути нам освещает, ведь без неё так же ночь. Во все края нас провожает, всё та же милая, милая. Умрём, мира нас забудут, следы сотрут за всех. И освещать наш огонь буду, все та же милая, милая. Обожаю эту песню. Я предсказываю, потому что это моя мелодия. Мне она страшно нравится, я ей предсказала сразу. И вот я не могу найти никак, вот это единственный кто, это ты, Витя, можешь меня спасти. И дать мне настоящий вид, потому что там должен быть вид. И это только ты можешь. У меня у тебя просьба заканчивать вечер и освещать наш огонь будет ещё рано. Очень мне хочется. Сделай мне удовольствие. Доставьте мне удовольствие. Можешь мне доставить? Мне лично. Давай споём. Ну, для меня. Этого никогда, это нигде не записано. Это... А что такое? Это, пусть не угрюмы. Это из домашнего архива. Это нигде не записано. Не на одном диске. Это мы поём только на Арбате. Для своих. Для своих. Моя любимая вещь. Ну, давай. Ну, сделай мне удовольствие. Это песня моего отца. Когда он был в Лубинском. Гусаром он был, короче, говорил. Гусаром он был, да. И вот они увлекались этим. Ну, сейчас я отвлекаюсь. Давай, профессион. Пусть не угрюмы, пусть душат думы, пусть неудачи пьют сильнее и больней. Любите ярче, ласкайте жарче, целуйте крепче, бесшабашней и сильней. Пусть жизнь одно мгновенье мелькнёт и нет его. Не стоит сожаленья просить ни у кого. Где нынче сердце объение, там завтра всё мертво. Ищите наслаждение и больше ничего. Ищите наслаждение и больше ничего. Пусть зиму был чертям и стук. Запейте пушки. Столкните так, чтобы сильнее был их звон. За двери краю, за сперва себе с края. Пусть выпьет тот, кто был хотя бы раз влюблён. Пусть жизнь одно мгновенье, пусть жизнь одно мгновенье мелькнёт и нет его. Не стоит сожаленья просить ни у кого. Где нынче сердце объение, там завтра всё мертво. Ищите наслаждение и больше ничего. Ищите наслаждение и больше ничего. Когда будем это записывать? А мы уже записывать. Будем записывать. Это вообще... Ну это гусарский. Какой гусар? Да, был. Мой гусар, да. Он был гусар, дочь и родственник. Рубинский. Да, членородный. Но он был оперным. Но он был очень смелый человек. Он был вояком по рождению, наверное. А потом был у Никиты Балиевны. Ну это уже потом. А потом, да, да. Но как же он? Рубинский. А с какого он другого? Тот зажили слой. А отцу море попрямо. А какой был Лубинский? Который стоял в Кишине? А? Какой был Лубинский? Девятый, десятый? Нет. Восьмой Лубинский. Восьмой Лубинский полк. Конный полк. А помните, Никита Балиевна, где Кучинец, Патчинка? Какой же? Патрика. Иван, Машинец, Машинец. Да. Откуда Вас вообще вспоминают? Ну, у нас есть что вспомнить. Никита Балиевна. Есть что вспомнить сердце, не забыла. Никита Балиевна. Есть что вспомнить все наши мечты. Я даже ноты Кати не вспомнил. Как-то мой отец пригласил Балиева на любовь. Это у меня с прошлого? Да. В отеле? Нет. В кафе. Боянов. Боянов. Да. Его изделие, в общем. Да. И он пригласил Никиту после лепестницы, которая делает три с половиной часа. Ну, ничего. Он пригласил, значит, отец. До свидания. Сейчас мы уходим. Ну, и он пришел. Никита. На. И мама не знала, как его посадить. Она была в восторге. Она очень любила Балиева. Считала, что это десять лет. Девять лет. Совершенно. Девять лет. Девять лет. Ну, и... А он что делал? Видит. У него был такой номер. Ну, это надо знать. Вообще всем людям. Он садился, значит, в первом ревизе. Объявляли репетиты. Садился в первом ревизе. Брал газету. Иль. Иль. Вот. Он читал. Умер. И Илья Петербург. Да. Ну, и у него был номер такой солдатики. Да, да. Я знаю этот номер. Знаменитый номер. Николай его оформлял. Да. Зоя Карабанова была одна солдатка. Да. Да. Я помню. Зоя Карабанова. Принимали участие. Тамиров был один из солдатиков. Ну, Саша был там бутафором. Ха-ха-ха. Он был за кулисами, как всегда. Я помню этот модель. Помните, да? Карла Чапока, да? Да, да. Они везти все объекты. Всю Америку, Англию, Францию. Это же летучемышная великая. Летучемышная. Да. Огромный успех. Так я рада. Светлана Макропова. Потому что никто не знает. Они же в России начали это еще. Он же был в художественном театре сначала. Да. Актером. Он играл хлеб в «Синей птице». Он был полненький такой. А потом он стал делать капустники. И в Ездяковском переулке в Москве организовал театр. Летучую мышь. Назывался «Слоеный пирог». Длинная сцена такая. Он когда выходил, так было смешно. У него акцент был жуткий по-французски. Вы помните, когда он начал объявлять, просто в разузы покатывались со свиху. Да. Когда он говорил «Муа-тва по компраундер». Он очень забавный. Он был напротив учебного театра «Гитис». Ну, это и есть учебный театр «Гитис». Это и есть теперь учебный театр «Гитис». с треском с этой летучей. Никита. Не Никита, а Гурвич, который возобновлял уже в постсоветское время. Ну да, да. Потому что он был уверен, что в Париже все помнят летучую мышь. А ее никто не помнил. И был номер про Кшесинскую. И это было так смешно, потому что он говорит, «Вы, конечно, помните Матиту Кшесинскую». А кто в Париже помнит, когда не помнит, кто был президент 20 минут назад? А вы говорите… Да, и Материя Кшесинская нужна была, конечно. Так, а вы за кого теперь, по Франции? Я за Сергази. А почему вдруг? Потому что Сигулян Роман не пройдет. Очень… Вы на стороне сильных, я знаю. Нет, Саша за Сергази, только он не голосовал. Саша, я не голосовал, потому что нет здесь консульства. И потом надо было взять открепительный. Мне пришли все эти талоны. Мне привезли их сейчас в Венецию. Ну, куда я пойду с тобой голосовать, смешно? Посольство. Ну, где я? В Сочи? Ну, в Сочи. Ну, можно только в консульстве и в посольстве. По Польце, по Польце. А? Жаль, Франция не досчитается одного голоса. Нет, они не считаются много голосов. У них явка и так была в этом году 75%. Вы считаете, очень много? 75 – это огромный процент. Нормальная явка – 45%. Да, да. Симфотяна. Ну, посмотрим, чем дело будет. Куда снимаешь? Театр. Да уже, наверное, уже закончил. Нет. Объявят в 2 часа ночи. Зачем? Ну, это официально объявят. А так уже… Ну, я сейчас пойдем… Ну что, нам еще осталось только 2 часа 20 минут посидеть. То есть, ты ничего лишнего не удавил мне? Ну, вообще во всех городах. А. Да. Так что вот про Никиту. Потому что я знал многих артисток, которые там играли. Тату Рябушинскую. Вы не знали такое? Нет. Мне было 5 лет. Вот. Ну, не 5 лет. Потом я знал Бритниву. Я вам расскажу. Да? Бритниву. Нику Старк. Потом я знал Ксению Физ. Да. Полякову. Которая там играла. Я много знаю артисток. Я знаю почему. Я знал ту, которую Катенька танцевала. Катюшу танцевал. Я сейчас вспомню. Фаина Зеленская ее звали. Ты знаешь, у него было значит… Демерханову. Он сказал всех, кого по мне наизусть. Я только на вскидку. Ну да, я не готовился сейчас. Да, вот и… Ой, какие-то тут прям невозможные. Ну, а как я что, готовился? Ты не готовился? Ну, я знал их, да. 5 плюсов. Я знал. И у меня много фотографий летучей мыши. И я обмешурился один раз. Потому что есть такое агентство у нас. Уже в Йолей. И там продаются архивы. И я туда пришел. И там лежит коробка летучей мыши фотографий. Разных спектаклей. Коробка. И тогда мне не было денег. И я жалею, что они продавались. И я их не купил. И я недавно пошел. Я думаю, схожу я туда. Да. Они говорят, а мы ее сдали в архив. Я говорю, ну так вытащите из архива. Я сейчас ее у вас приобрету. И вот мы их вернули и неизвестно кому. Короче, остался это из всего. У меня только мало есть фотографий летучей мыши. Но у Никиты есть несколько портретов. Это портреты. А вот, например, бурлаки. Красивый был номер. Красивый номер. Там с веревкой. Да. Красивый. И мало того, когда... Папа вошел. Мальчик падает на канаву. Уже истощенный. Там же маленький, четвертоселетний мальчик. Я помню этот номер. Уже хорошо слышишь? Да. И он здесь...